Этот загородный пляж давно перестал быть местом отдыха. Вода Каспийского моря буквально пропахла канализацией. На берегу появляются трупы животных и бытовые отходы. По словам экологов, такие трубы для сброса канализации могут вызвать экологическую катастрофу и нанести серьезный вред морской фауне. И такая картина по всему побережью. Из-за отсутствия очистных сооружений канализация сливается в море прямо в прибрежной зоне. Летом здесь купаются уже в том, что морской водой назвать нельзя. Из-за этого участились случаи не только гибели животных, но и многочисленные отравления в пляжный сезон. Представьте себе, что это все происходит летом. Часто прохладно. Вот эта вся канализация распространяется вдоль берега. Вдоль берега, вы знаете, купаются люди. Часто не зная об этом, о том, что здесь такое мощное загрязнение, биологическое, химическое. И, конечно же, люди заболевают, особенно дети. Наносит огромный урон, который мы не изучаем, к сожалению. В Институте экологии и устойчивого развития ДГУ провели анализ воды из Каспия. По словам инженера-химика, концентрация загрязняющих веществ превышает предельно допустимые нормы. У нас 30-кратное превышение нитрата. Здесь 6,3 мг на литр. Допускается 0,25 всего. Там где-то 25, 27, 27-кратное превышение нитратного азота. Ну и фосфатов некоторое количество. Эти два компонента создают питательную среду для развития различной микрофлоры. Имеется в виду и болезнетворных бактерий. Этого нужно вовремя остановить, пока оно не превысило, вернее, не погибло все живое, что там плавает. По словам профессора-географа, одна из причин загрязнения Каспийского моря – это стихийная застройка береговой полосы. Частники не беспокоятся о плановой застройке. На кадрах видно, как они просто закапывают канализационную трубу в грунт и выводят стоки напрямую в море. Вот здесь рядом медицинские учреждения. Хозяева этих медицинских учреждений были инициаторами вот этих вот проектов, вот этого всего. Ведь надо деньги тратить на то, чтобы выводить трубы как можно дальше в море. Как деньги тратить на то, чтобы создавать водоотводные сети вдоль берега, там, в сторону канализации. Но не вот так вот. Состояние моря беспокоит не только специалистов-экологов. По мнению жителей прибрежных районов столицы, ситуация с морской водой с каждым годом лишь усугубляется. Здесь детьми невозможно летом, все лето канализация, вонь, вонище, рядом, вообще невозможно ходить, гулять. Все застроено, хлам, доступа ни к чему не оставили. Штоки канализационные здесь, вонище, вообще куда народ смотрит, власть смотрит, народ молчит, власть бездействует. Эксперты, неравнодушные жители надеются, что экологической катастрофы все-таки удастся избежать. Алина Багилова, Магомед Магомедов, Нурмагомед Магомедов и Мурат Бекпарзов. Телеканал ННТ Махачкала.